МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! В прямом эфире телеканала «Артен и Дэвидсон радио» программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон, конечно же, со своей любимой творческой бригадой. Я сегодня опять сложно сочинила свою программу, потому что буквально через минуту я с удовольствием покажу вам своего сегодняшнего героя. Но перед этим просто чисто по-человечески хотела выразить соболезнования. Семьям погибших вот в этой страшной совершенно резне, стрельбе в Крокусе, который вот мы все знаем, в прошедшую пятницу произошла эта трагедия. Кто бы за этим не стоял, что бы ни говорили, кого бы мы ни подозревали. Самое страшное – это то, что погибли люди. 137 человек, по последним данным, трое из них – дети. Я знаю реакцию очень многих на это людей, которые за Украину, против России даже произносили «так им и не надо». Вы знаете, история все поставит на свои места, но мы с вами должны оставаться людьми. Не должен никто погибать и не быть ничьей жертвой. Но наша программа и наша с вами жизнь продолжается. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами должны обязательно вспомнить о том, что сегодня Пурим – праздник веселый у евреев. И на праздник Пурим полагается людям мишлох мацот делать, да, дарить что-то. И вот я хочу вам сегодня подарить встречу с человеком, о котором только у меня у одной. Очень давно уже спрашивали, куда пропал Ари Каган. Я говорю, как пропал? Вот он же рядом со мной. Ари, привет. Добрый день. Я так рада, что ты нашел окошко в своем очень занятом графике. Очень тебе признательно. И, честно говоря, оттолкнулась от того, как в прошлый раз вот ты делал свою программу и рассказывал про Израиль, о том, что у тебя была встреча с девочкой, участницей страшных событий 7 октября. И у меня вот ты вообще складываешься. Ну, вот я признаюсь в любви, как всегда, тебе, да? Я очень с большим удовольствием отношусь к тебе, как к личности. Спасибо. Как к человеку, который болеет душой за других людей. Будь то пожилое поколение, будь то люди, которые пострадали во время урагана Сэнди. На любую беду и на любую радость и на любую проблему, Арик, ты тут как тут. Просто как вот из табакерки герой, я не знаю, помнишь, Мордюкова? Нажал на кнопку в бриллиантовой руке и оттуда кто-то выскочил. Вот ты, как ты успеваешь это все делать? Я даже не знаю, с чего начать. Вот меня когда-то потрясла совершенно история то, как твои дети тебе помогали избираться. Вот в ту еще компанию, как они ходили и рассказывали про своего отца, кто ты такой. И ты тогда победил. Спасибо огромное, Марина. Во-первых, за приглашение, за такие теплые слова. Я хочу вернуть комплимент. Один раз я с коллегами организовывал на Манхэттен-Бич встречу с народом. И мы обсуждали, кого нужно пригласить, чтобы сразу все обрадовались, чтобы появились улыбки на лицах у людей. И мы как бы не сговаривая сказали, Марина Левинсону, ты туда приехала. И сразу все ожили, прямо все так радовались. Это было несколько часов встречи. Я думаю, ты помнишь про эту встречу. Поэтому я очень благодарен тебе за теплые слова, за твою передачу. Я всегда говорю, хотите повысить себе настроение, посмотрите передачу с Мариной Левинсон, послушайте, как она говорит. Вообще просто иметь возможность с тобой общаться – это большое для меня и честь, и радость. Я всегда у меня настроение повышается только от общения с тобой. Спасибо тебе большое. Ари, давай начнем, наверное, с последнего. Когда были последние выборы, никто ни на секунду не сомневался, что ты победишь. Вот просто никто. И когда я вдруг по радио услышала, что вперед вышел какой-то другой человек, вот ты знаешь, у меня просто опустились руки. Вот никто не сомневался. В Америке есть такой термин, называется «джерримендеринг». Это когда раз в 10 лет по итогам переписи населения меняют границы избирательных округов. И если в округе, который бы, например, ты представляла бы, в Горсовете Нью-Йорка или в Конгрессе США, кроме твоего округа добавили бы еще, например, Луну, и там жили бы люди, сказали бы, вот, нужно выиграть на Луне. Я не знаю, насколько успешно, может быть, ты и победила бы, на Луне не так много людей живет. Но мне в мой округ добавили совсем другой район, которого меня очень мало людей знало. А кто в основном там живет? На сегодняшний день где-то около 50% населения Бруклинского района Байридж – это арабская община. Выход из Йемена, из Египта, палестинской автономии, Иордании и других арабских государств. Как раз все это было, выборы прошли 7 ноября, как раз после 7 октября, после страшных терактов Хамаса в Израиле и 21 октября в Байридже была массовая, многотысячная демонстрация в поддержку Хамаса, я считаю, держали антиамериканские, антиизраильские лозунги. Я сразу осудил эту демонстрацию, я не мог молчать. Меня зовут Ари Каган, я два раза был делегатом Всемирного Сионистского Конгресса, у меня в Израиле много родных и близких людей живет, он в сердце у меня живет, переживаю за то, что там происходит, и промолчать я не мог. А мой оппонент, депутат Горсовета из Байриджи, который в финале и выиграл, тоже осудил меня за то, что я осудил вот это ралли многотысячное, где держали антиамериканские, антисемитские плакаты. Так что я нисколько не жалею, что я осудил эту демонстрацию за то, что я осудил Хамас, за то, что я осудил эту кровавую бойню, и я от своих взглядов не собираюсь отказываться, независимо от того, какие выборы предстоят. Мне добавили район, где меня практически никто не знал, очень мало людей знало, а те, которые узнали, там особенно, если говорить про большинство жителей арабов, они сразу были против меня изначально, из-за того, что я был в поддержку ярым сторонникам государства Израиля. Что же касается другой части моего округа, который сохранили, хотя и покрымсали, там Ворба с половиной обрезали, там Бенсенхерст в меня забрали, 80% Грейсенда и так далее, но на той части округа моего, который оставили, я получил почти 70% голосов. Иными словами, те люди, которые знали, как я работаю, которые знали, как мои сотрудники офиса работали, проголосовали за меня и выросли нам в этом доверие, чем я очень горжусь. Я думаю, это временная пауза в твоей политической карьере, хотя я знаю, что ты продолжаешь свою работу тоже в каких-то государственных органах. Во-первых, помощь людям никогда не должна прекращаться, независимо от того, проиграл, выиграл. Я в своей жизни и проигрывал, и выигрывал. Я два раза выигрывал политические компании, несколько раз проигрывал политические компании. И на самом деле человек и его желание помогать людям проверяются не до выборов и не после того, как он выиграл выборы, а после того, как он проиграл выборы. Если после этого человек исчезает, если после этого человек ничего не делает, никому не хочет помогать и говорит, все, убивай свои плативные глузки, не писай больше в мой горшок, тогда это было несерьезно, это все было из каких-то корыстных побуждений. Но если человек продолжает помогать общине, помогает продолжать городу, стране, людям, соседям, то тогда сразу видно, что он настоящий, что человек действительно хочет помогать, что он паблик сервант. Я работаю на партайм у лидера республиканцев Горсовета Нью-Йорка Джо Боррелли, это лидер республиканской фракции, республиканского меньшинства Горсовета Нью-Йорка. Еще и работаю директором по связям с общественностью агентства по уходу на дому Welcome Care. И еще, кроме всего прочего, если ко мне обращаются люди, независимо от того, какую я должность занимаю, и независимо от того, где они на сегодняшний день живут, конечно, в сутках только 24 часа, но если есть возможность чем-то помочь, всегда стараюсь помочь. Вот сколько я тебя знаю, ты все время кому-то что-то делаешь, тебе звонят, на тебя выходят, и вот ты единственный человек, которому живой, понимаешь, вот как сейчас в Америке, ты попробуй куда-нибудь позвони, все время автоответчик, автоответчик, автоответчик. Ари Каган – живой человек, до которого можно дойти, достучаться, задать ему вопрос. При этом, вот раньше народ помнит, все знают твою биографию очень хорошо, да, вот что ты был демократ в демократической партии. Почему ты раньше был приверженцем этого направления, и почему ты поменял свои взгляды? Ну, главная причина все-таки это то, что я окончательно убедился, что в сегодняшний, в нынешний момент, в наше время, сегодня демократическая партия стала практически уже социалистической партией, и на сегодняшний день она защищает интересы преступников, обитателей тюрем, нелегальных иммигрантов, нарушителей закона, скваттеров, которые залезли в чужие дома, тех, кто не хочет, может, но не хочет работать, и наказывая тех, кто собирается, соблюдает законы, наказывая тех, кто владеет недвижимостью даже односемейными, двусемейными домами, тех, кто законно хочет приехать в Америку. Почему сегодня демократическая партия, президент Байден делает все возможное, что если человек не хочет законным способом пребывать в Америку, все права, пожалуйста. Можно даже сделать аппликейшн на салфоне, на сотовом телефоне, и на самолете его привезут, там, вы уже упоминали, Чикаго, например, привезут из другого государства. А если человек ждет закон на своей очереди, интервью и проверки, это может быть и 10 лет занимать, и 15, ждите дальше, законно ждите дальше. Почему, если человек работает и платит налоги, сразу говорят о том, что эти налоги нужно повышать обязательно. А если человек вообще нигде не работает, давайте выдадим сотовый телефон, мопед дадим еще там, крышу над головой, и так далее. А что, 10 долларов в день на питание, я слышала? Каждый день что-то придумывают, потому что, например, ну, нигде никто никогда не думал, что в город Нью-Йорк можно приехать с любого места земного шара, 90 дней должно быть гарантировано крыша над головой. Обязательно нужно выдать мопед, если по первому требованию. Обязательно нужно гарантировать кредитную карточку, там, на определенную сумму каждый месяц. У меня вопрос. А почему? Кто сказал, что это должно быть? Я приехал, я сразу пошел работать. Неважно, на какой работе, на все соглашался. Почему раньше этого не было? Я такого не помню. Потому что... Когда мы ехали, я всегда Америку воспринимала, как из фильмов 30-х, там, 40-х, 50-х годов. Да? Вот эта музыка, танец, Фред Эстер, чечетка, красивые шляпки у женщин, хорошо работающие холодильники, все было добротное такое. Что сейчас происходит? А почему раньше можно было... Главная забота полиции была арестовать преступника. Совершенно верно. А теперь на это только 5% деятельности наших правоохранительных органов. А пусть только они его арестовали, задержали, сам любого опасного преступника. Они очень опасаются, что через два дня он или она снова будут на улице, в метро, опять будут совершать преступления. Сегодня количество из тех, кого арестовывают за совершение насильственных преступлений в городе Нью-Йорке, примерно 40% это одни и те же люди. То есть их сразу выпускают, сразу выпускают. И законы эти приняли демократы, бейл-реформ. То есть, чтобы не нужно было вносить залог до суда людьми, совершившими серьезные преступления. Сейчас Горсовет дружно проголосовал, чтобы отменить любые практически ограничения или изоляцию тех, кто в тюрьме совершает насильственные преступления. Так называемые карцеры или изоляторы. И я три раза, когда был депутатом, посещал тюрьму на Райкерсайланд, и я видел, кого отделяют от этого general population. Только тех, кто совершил серьезное преступление, уже будучи в тюрьме. Демократы проголосовали, чтобы этого не было, чтобы они оставались, чтобы их никто не трогал. Даже если они внутри тюрьмы на кого-то напали, совершили еще одно преступление. Наступил момент, когда я сказал, enough is enough, больше я терпеть не могу. Больше внутри партии я не могу доказывать, что это неправильно, что преступников нужно наказывать, сажать в тюрьму, что в школах, если кто-то на кого-то напал, должно быть какое-то наказание, что оценки – это хорошо, что контрольные оценки, курсовые работы, экзамены – это нормальное явление. У нас появилась целая плеяда политиков-демократов, которые регулярно хочут отменить любые экзамены, любые оценки, любые контрольные, а всех принимать или продвигать только по принципу цвета кожи, сексуальной ориентации или других качеств. Доходило до абсурда. В период эпидемии прежний мир города Нью-Йорк и Билл-де-Блазио серьезно рассматривал вариант отмены любых оценок вообще, чтобы никого не оскорбить. Ко мне в 2022 году обратилась одна китайская женщина, у которой дочки не дали грамоту. Анна Ролл, принципа, дегректор школы, выдавал тем, кто все пятерки были, все отличные оценки. И он это отменил. Когда я ему позвонил, почему он отменил выдавать такие вот сертификаты, всегда выдавал. Он говорит, мы одним даем, другие обижаются, мы не хотим никого оформить. А как же стимулировать, чтобы ребенок рос? Не надо, говорит, равниловку сделать. То, чего мы уехали от сплошной равниловки, не нужно работать, все должны быть одинаковые. Никого не нужно выделять. Или экзамены в специализированной школе. Зачем нужны экзамены? Они тяжелые. Российские экзамены. Поступают только выходцы из китайской общины, русскоязычной и итальянской. Очень мало афроамериканцев и испаноязычных. Я говорю, сделайте программы для отдаленных и талантливых детей во всех школах города Нью-Йорка. Создавайте возможности для всех, чтобы как можно больше любого цвета кожи могли поступать в эти престижные специализированные школы. Нет, это тяжело и долго. Лучше отменить вступительные экзамены, называются они 60 экзамены. Давайте мы их отменим и будем принимать по другим критериям. Тогда будет больше людей разного цвета кожи. Но мой сын поступил в Бруклин Тэг Хай Скул, сдал экзамены математика, английский, логика. Там ничего российского нет. Или ты знаешь математику, или ты не знаешь. Или ты знаешь английский, или ты не знаешь. Причем здесь раз своя принадлежность. Но это вместо того, чтобы говорить про отстающие школы и решать проблему слабой успеваемости в определенных районах или в определенных школах, решили отменить экзамены. Это пошли по пути наименьшего сопротивления. Так что на каком-то этапе стало мне абсолютно очевидно, что я могу быть только членом республиканской партии, которая оценивает людей по их достоинствам. То есть ты достоин, занимаешь важную должность. Достоин, тебя берут на работу. Конечно, по качествам твоим профессиональным. Совершенно верно. А не потому, что ты такого-то цвета кожи, какого-то веса, какого-то пола. Или сейчас проголосовали депутаты горсовета, демократы только, причем левые, проголосовали за то, чтобы полицейские, всех, кого они останавливают, должны обязательно регистрировать любую остановку, цвет кожи, возраст и пол, каждого, с кем они общаются. Вместо того, чтобы ловить преступников, полицейские должны будут с 1 июня этого года целыми днями заниматься бумаготворчеством. И это опять проголосовали все левые социалисты, проголосовали, а республиканцы, консервативные, их все меньше и меньше, консервативных демократов, голосовали против этого дела, говорили, что вы делаете? Дайте полиции просто выполнять свои обязанности. И вот, когда я понял, что я не могу быть больше в партии, которая не поддерживает правопорядок, общественную безопасность, у меня дочка есть, как я могу нервничать, что она вышла вечером на улицу? У нас есть фотографии твоей дочки, давай ее посмотрим. Красавица. Фотографии есть и семьи, и дочери резная. Как зовут ее? Дочку зовут Виктория, вот ей 20 лет, она только исполнилась недавно. Моя супруга Беллочка в середине, мой сын Яшенька, ему 31 год, в этом году будет 32 года. Я очень горжусь своей замечательной семьей. И вот мы приехали, все своим трудом добились. У меня сын закончил уже Вандербилд Университет. Вау. Он успешный бизнес-профессионал, как говорится. Дочка хорошо рисует. Тоже она, это не сразу, у нее способности были. Еще раз, нужно создавать возможности, а воспользоваться этими возможностями в Америке, уже это наша забота человека. Америка должна создавать возможности, это страна равных возможностей. Кто-то не хочет этими возможностями воспользоваться, это его или ее забота. Но кто хочет, пожалуйста. Вот моя дочка на этой фотографии, она очень любит посещать Центр детского творчества Алены Бадалой. Вот это как раз была там выставка, концертная программа. И вот это я сфотографировал. Дочку зовут Виктория, когда она родилась. Я даже Бога просил возле стены плача о том, чтобы у меня дочка была. Я назвал ее Викторией. Во-первых, мою бабушку звали Виктория Ефимовна. Ну и во-вторых, это была большая победа для всех нас. Я очень люблю свою дочку. Она тоже учится, старается, еще и работает, и учится, и рисует. И она вице-президент клуба Гилель в своем колледже. То есть она тоже занимается немножко общественной работой, помогает еврейской общине в данном случае. А как она могла в такой семье вырасти равнодушным человеком к проблемам других людей? Конечно, родители, все идет из семьи. Вот поэтому, наверное, ты большое такое количество школам уделял внимания. Вот сколько я помню, ты был на встречах, ну, во всех школах, какие только можно и нельзя. У меня в округе было 29 государственных школ, и где-то около 30 частных религиозных школ. Я за два года успел посетить, ну, практически все школы. И частные, государственные, чартерные школы, религиозные школы посещал, какие можно. И я всегда говорил, это все наши дети, это все наши избиратели, все нью-йоркцы, все американцы. Если кто-то хочет заниматься задачей, я увидел, чтобы помочь. Я однажды пришел в одну школу, там, увидел, что занимаются дети спортом в кафетерии, потому что не было спортзала. Я вернулся в горсовет, когда сказал, срочно надо выделить полтора миллиона долларов, чтобы им построили спортзал. Они не должны и есть, и заниматься спортом в одном и том же месте. То есть старался, ну, как мог, старался помогать. Не все успел сделать, за два года многое не успеешь. Но все равно горжусь, что в Южном Бруклине удалось выделить около 17 миллионов долларов на различные проекты, капитальные, долгосрочные проекты. Поддерживал очень важные и нужные организации, талантливые дети, или для пожилых людей, или какие-то программы, которые я считал важными и нужными, которые помогают всем нью-йорксам. Я знаю, что в библиотеке какой-то ты помог. Я помогал. Вот это я из твоих новостей слышала, помню. Я в своем округе, я был в округе номер 47, помог всем своим библиотекам. Но когда узнают других библиотеках за пределами 47-го округа, вы к нам тоже приходите, помогите чем-то. Ну, я не смог финансовую такую помощь оказать, это библиотека Шипсадбея. Но я очень дружу со Светланой Негаримовской, она директор библиотеки на Шипсадбея, там очень много всяких популярных программ. Недавно там была художественная выставка молодых людей с различными видами инвалидности, пара Arts Foundation организации делала. Я всегда поддерживал эту организацию и пришел вот в эту библиотеку, поздравил Светлану Негаримовскую с тем, что она организовала вот такое событие в своей библиотеке. И я стараюсь вообще библиотеки набрать, если меня приглашают в библиотеку, другие, всегда стараюсь приходить, поддерживать любые начинания. Я очень доволен, что вот русскоязычная американка Светлана Негаримовская, директор крупной общественной библиотеки в Южном Бруклине, в данном случае вот на этой фотографии на Шипсадбеи. У нее много там программ. Как раз, когда мы пришли туда, в этот день, в этот вечер были занятия по изучению английского языка. И приехал какой-то пожилой человек, он говорит, я знаю, что у вас уже там все забито, но еще одно место, я даже готов постоять, чтобы только английский изучать. Она говорит, ну ладно, заходите. О, хорошее. Мы благодарны этой женщине, благодарны тебе бесконечно, Ари. И еще знаешь почему? Потому что ты так любишь Израиль. И я знаю, что ты там бывал неоднократно. И есть у нас тоже эти фотографии. Вот эту прокомментируй, пожалуйста. Это возле стены плача в Иерусалиме. Естественно, каждый раз, когда я бываю в Израиле, я обязательно бываю в Иерусалиме, я уже сказал, что я вот Бога просил о дочке. Это как раз было возле стены плача. И я скажу, что не знаю почему, Бог ко мне очень хорошо относится. Все, что я Бога просил. Да потому что ты хороший. Ты хороший. Когда Бога просишь, вот он выполняет. Отвечает. Да. Отвечает взаимностью. Я ему очень благодарен. Спасибо Боже. Ну, конечно, у меня в Израиле очень много родственников, очень много близких друзей, знакомых. Особенно в таких местах, как Хайфа, например. Там у меня очень много родственников и друзей в других местах. Также ездил с журналистской делегацией, с делегацией Всемирного сионистского конгресса. Вот эта фотография была сделана в Зероте, на юге Израиля, в которой обстреливали террористы Хамаса десятки тысяч ракет. Задолго до 7 октября. И вот это из обломков ракет Хамаса жители Зерота, которые ни за что не хотели уходить из Зерота, сделали минору ханукальную. И вот с одной стороны как бы минора, радость, с другой стороны из ракет Хамаса сделаны. И когда вот видишь эти все демонстрации про-хамасовские по Америке, ходят они и кричат, давайте сисфайр, давайте перемирие. У меня вопрос, а почему все эти демонстрации не ходили, когда убивали и стреляли десятки тысяч ракет Хамаса до 7 октября по Южному Израилю? Я не видел больших протестов в Америке и по всему миру. Не было массовых протестов против бесчинств террористов Хамаса. И сейчас я не вижу так же массовых протестов против бесчинств Хезбаллы, которая выкурила столько людей с северных регионов Израиля. Вообще про это не хотят говорить, что Хезбалла обстреливает север Израиля и что там фактически второй фронт уже открылся. Про это тоже. То есть это двуличие, это лицемерие. Опять же, все, что делают евреи неправильно. Туда не ходи, сюда не ходи. Когда мне говорят, что вот Рафа там начинают рассказывать, не нужно атаковать. Байден говорит или там Блинкен говорят Израилю. Рафу нельзя трогать, там много мирного населения. Вот интересно, если бы был 1945 год и Америка, Франция, Великобритания, Советскому Союзу сказали. Вы знаете, в Берлине много людей. Давайте мы Берлин не будем брать. Оставим в покое уже там всю эту верхушку гитлеровскую. Оставим там много мирного населения в Берлине. Давайте не будем ни бомбить, ни атаковать. Пусть уже живут, как живут. Уже война почти закончилась. Не будем трогать Берлин. Давайте оставим в покое. И оставили бы всю верхушку гитлеровскую. Оставили бы масса армии нацистской. Тоже так сказали бы. Мы знаем, что сделал Трумэн с Японии, которая не хотела никак сдаваться. Он сбросил две атомные бомбы, уничтожив огромное количество мирного населения. На этом фоне армия обороны Израиля самая гуманная армия в мире. Такого никто не делает, чтобы предупреждать заранее, что мы там будем бомбить. Пожалуйста, отойдите вправо, отойдите влево. Сейчас будем там бомбить. Какая армия в мире еще уведомляет, где она будет бомбить? Самая гуманная армия в мире – это армия обороны Израиля. Вот часто очень произносится вот эта фраза, что Израиль проигрывает информационную войну. Я не знаю, стоит ли это делать. И делать так, как делают, например, арабские палестинцы. Они, ну, фальсификация полная. Я, как телевизионный человек, могу сказать, что смонтировано все. Грим. Вот сидит толстая женщина, у нее рядом там какой-то спонтом изможденный ребенок, да, голод. Голодающий. В жизни такого не будет. В жизни. Во-первых, за Израилем строгий контроль. За тем, как они туда поставляют еду, воду. Они им провели канализацию. Там раньше все вот по рыку текло, и евреи провели им канализацию и водопровод. Мы уже про это даже говорить не будем. Почему? Вот ответь мне на один вопрос. Почему такое огромное количество людей по белому свету выбрали все равно Хамас? Ну, опять же, антисемитизм имеет многотысячелетнюю историю, к сожалению. И симпатии к Израилю были и то не у всех далеко. Буквально первые пару дней после терактов 11 сентября. Но даже тогда были не у всех. 8 октября, а на следующий день еще Израиль ничего не успел сделать. Только сказать успел, что вот были теракты. А уже в Манхэттене была огромная демонстрация против геноцида и оккупации, против Израиля. Совсем ни одного слова осуждения Хамаса. На следующий день это было. В это время я как раз делал демонстрацию в районе Ворбос, поддержку государства Израиль. И я вот хожу всегда с собой, ношу вот это, это bring them home now, вот жетон про заложников. Тем, кто мне говорят, что вот туда-сюда, я говорю, а почему вы не говорите, что Хамас не должен сдаться, отдать заложников, и война тут же закончится, будет перемирие. Почему до сих пор, почему вы ничего не говорите про заложников? Почему вы ничего не говорите, что сделал Хамас 7 октября? Сколько людей зародовал? Я был, ты упоминал, на встрече с мальчиком и девочкой, 20-летние молодые ребята рассказывали об ужасах, которым они уцелели вот на этом фестивале, ново-фестивал на юге Израиля. И то, что они видели эти обугленные трупы, эти ужасы, и изнасилованные, все что угодно. Они говорят, что когда мы выступаем в американских вузах, далеко не все нам верят. Они говорят, что вы сочиняете, вы приукрашиваете. Но это же мусульмане, они такого делать не могут. Это были не мусульмане, это были террористы. Я солидарен с тобой о том, что ты сказал в начале передачи. Террористы – это террористы, они везде террористы. И я осуждаю любые теракты. Теракт в Подмосковье я тоже осуждаю, потому что убивали ни в чем не повинных людей, которые пришли на концерт. Террористы, которые в Израиле 7 октября. Террористы, которые 11 сентября 2001 года взрывали, они убивали человечество. Террористы не имеют, не понимают ценности, и не хотят понимать ценности человеческой жизни. И поэтому здесь, опять же, мир двуличен. И отношение к еврейскому государству, отношение к евреям. Ну, хватит уже говорить про 7 октября. Давайте поговорим о голодающих детях сектора ГАЗа. Давайте поговорим о том, что Израиль очень жестокий, бомбит много госпиталя. А что в этих госпиталях, не будем рассказывать. Что в этих госпиталях находятся боевики, террористы Хамаса, оружие, командные пункты. Они специально это делают. Осудим жестокое государство Израиль. Я считаю, что если Израиль не пойдет в Рафу, остановится и скажет, давайте уйдем, ну ладно, мы уйдем. Это будет просто уже преступление против Израиля. Я считаю, что обязательно нужно идти в Рафу и добивать руководство Хамаса. Добивать эти четыре батальона Хамаса. Как это? Иначе мы даем сигнал, что давайте еще одно 7 октября сделаем. Мы во второй половине нашей с тобой встречи обязательно должны ответить на вопросы телезрителей, потому что я уверена, что их будет огромное количество. У нас до перерыва еще минутки три есть. Может быть, есть у тебя что-то такое, что ты хочешь послать нашим телезрителям и радиослушателям? Месседж. Послать хочу только приветствие, самые теплые слова благодарности, присоединиться к Марине и ко всем, кто уже поздравил с праздником Пурим. Желать здоровья, счастья, благополучия, удачи. Выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал. И когда я выигрывал, и когда я проигрывал, и когда я вел свою работу, потому что в одиночку сделать ничего нельзя. Должны быть обязательно единомышленники, должны быть обязательно помощники. В одиночку один, как говорят, в поле не войны. Поэтому вокруг огромное количество достойных людей, которые хотят помогать своим соседям, родным, близким. И таких в нашей общине очень-очень много. Я точно знаю про многих из них и рассказываю в своих передачах. По-моему, у нас есть еще фотография сделана на встрече с Нью-Йоркской ассоциацией бывших узников гетто и концлагерей. Президент Павел Вишневецкий и Женя Затурянская, вице-президент. Вот сколько лет существует эта организация, Нью-Йоркская ассоциация бывших узников гетто и концлагерей. Столько лет они помогают людям, пережившим Холокост. И огромная им благодарность. Они волонтеры. И я каждый день встречаю людей, которые на волонтерских началах много лет помогают огромному количеству людей. И вот хочу им пользуясь случаем сказать спасибо. Или в март еще месячник социальных работников. И мы недавно делали агентство, я уже упоминал, Welcome Care в госпитале. Теперь он называется South Brooklyn Health. Раньше он назывался Coney Island Hospital. Мы делали как бы прием такой, ланчион для социальных работников этого госпиталя. Говорили спасибо социальным работникам. Там директор департамента социальных услуг Елена Канта, русскоязычная, житель Нью-Йорка. И многие социальные работники этого госпиталя тоже русскоязычные. Это очень трудная работа, социальный работник. И помогает людям и в госпиталях, и в нюрсинг-хомах. Это было впервые в их истории, я думаю. Да, да, да. Собрали мы всех, сказали им спасибо, угощения. Выступили. Они были очень благодарны. В март вообще месячник социальных работников. Я всегда говорю, что это одна из самых профессий, где платят мало, а работы очень много. Очень ответственная работа по многим направлениям. Поэтому всем социальным работникам тоже огромное спасибо. Но вот самое главное спасибо всем, кто волонтерами помогает людям. Это большое дело несет добро и радость в семье. Спасибо большое. Перерыв на рекламу и затем встреча с Ари Каганом продолжится. У вас есть возможность изменить свою судьбу к лучшему, перевернуть страницу с неудачами и продолжить жить с чистого листа. Но как это сделать? Какие силы найти в себе? Чему доверять? Отчего опасаться? Алла Иерусалима поможет вам выйти из душевного и финансового кризиса, вернуть утраченную связь с близкими людьми. Алла Иерусалима не просто поддерживает в трудную минуту, а в прямом смысле возвращает к жизни с помощью древних заговоров на местах силы Иерусалима, Афона и Ватикана. 718-844-28-35. По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом барикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен при Синай-Диагностикс лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Синай-Диагностикс. 718-615-4100. В этом офисе Берес и Залкин работают настоящие люди, которые дают руку опоры тем, кто приходит к ним за помощью. Совершенно другой подход к своим клиентам, по-семейному, скажем так. И я это очень ценю. Моя главная задача – это помочь моим клиентам избежать судебного процесса, а также убедиться в том, что они заплатят наименьшее количество таксов. Мы не просто обещаем, а мы делаем. И мы делаем все в интересах наших клиентов. Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода. Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица. А потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей. Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом. Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-4242. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator. 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Продолжается наша программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левенсон. И мы сегодня встретили нашего дорогого гостя Ари Кагана. Ари, вот интересно, когда я сказала редактору, ты там проверь титр, как подписать. А ты говоришь, да просто Ари Каган. Вот ты знаешь, когда-то, извини за сравнение, я вела концерт в своей молодости в колонном зале Дом Союзов. И там был Кобзон. Все, кто помельче, начинают там 18 своих каких-то званий, что он лауреат премии Дрездена, чего-то еще. Кобзон всегда говорил, да не надо про меня ничего, никакой там народный, что на народ. Просто поют Иосиф Кобзон. Вот у нас сегодня в гостях просто Ари Каган, которого знают все. В гостях у Марины Левенсон. От мала до велика. Вот, ну смотри-ка, мы с тобой поговорили про выборы, да. Мы с тобой показали фотографию твоей замечательной семьи, которая тебя поддерживает. И которая это, ну, такой тыл, да, вот когда ты знаешь, что у тебя твоя вот семья. И все равно, например, если бы я была твоей женой, я бы немножко тебя ревновала. Потому что ты встречаешься с таким количеством людей и помогаешь. Хватает ли тебя для дома, для семьи? Ну, конечно, всегда, когда много нужно быть на других событиях, когда нужно быть, там, если депутат горсовета в горсовете, если нужно, вечерние события. Вот сегодня воскресенье, еще много событий есть, даже сегодня. Но, с другой стороны, если, ну, можно все время сидеть дома, я извиняюсь, все время, ну, не на диване, но помогать по хозяйству и так далее. Ну, тогда ничего. Или не помогать, а лежать, лежать и рассказывать о международном положении, знаешь, там у нас диванные генералы. Я всегда могу, я всегда стараюсь помогать, если что-то надо в магазин пойти, если надо что-то убрать, перенести, я всегда очень стараюсь. Ну, я же понимаю, ну, не может одна моя супруга вести все хозяйство. Если есть возможность, я всегда стараюсь помочь. Всегда чувствую себя неловко, если я, меня нету и ничем нельзя помочь, я всегда делаю все возможное. Позвонить, узнать, что-то купить в магазине, что-то где-то принести. Ну, дрова пилить не надо, слава богу, у нас, да, но пытаешься что-то там, бытовые какие-то вопросы решать. И вот недавно мы были, я рассказывал нашим телезрителям на цветочном шоу в Филадельфии. Она все время не верила, целый день у тебя выходной, ну, наконец-то, можно съездить на цветочное шоу, например. То есть, конечно, общественная работа или политика, это жертва, все равно жертва. Потому что жертвуешь, в первую очередь, своим личным временем. Потому что пока ты помогаешь другим людям, у тебя меньше времени на семью, на какие-то личные проблемы. Но она понимает. Мы с ней сколько лет уже вместе живем. Я очень благодарен супруге с 1991 года, как она сказала «да». И вот до сих пор она видит что-то. А ты с ней делишься, вот, допустим, куда ты идешь? Вот если ты был, там, в встрече с полицией, или там госпиталь тот же. Безусловно, рассказываю. Как говорят, рот не закрывается. Рот открыл, рабочий день начался, рот закрыл, рабочее место убрано. Конечно, если стараюсь и фотографии показывать, и рассказывать. Вот у нас есть фотографии, я знаю, 61-го полицейского участка капитаном полиции. Ей же тоже интересно, где я бываю, с кем я встречаюсь. Она сейчас смотрит наши передачи, очень любит Магину Левинсон. Очень любит твою передачу. У нас обязательно смотрит всегда, да. Вот. Иногда я беру ее тоже на какие-то события. На все события она за мной никогда не угонится. Но иногда, если есть возможность, вместе приходим на какие-то события. Иногда, если получается, могу дочку привезти. Реже сына он уже совсем зовут. Дочку зовут Виктория. Дочку Виктория, а жену Белла зовут, Беллочка. А, Белла и Яша. А сына зовут Яков Яша, да. Да, да, да. Ну, давай тогда посмотрим фотографию с полицейским. Вот мне очень нравится. Это капитан 61-го полицейского участка. Антонио Джозеф его зовут. И он не так давно стал командиром этого 61-го участка, покрывающего Шипсет-Бэй, Манхэттен-Бич. Вот как раз Дэвид Зинрадио из студии Арте находится на территории 61-го полицейского участка. Я с ним встречался еще, когда был депутатом городского совета. Всегда говорил, что я поддерживаю правоохранительные органы, общественную безопасность, полицию. И те, кто говорят, что когда мне кто-то из депутатов говорил, вот полиция не нужна, вот давайте сокращать. Я говорю, давайте в твоем округе сокращаем, всех присылаем в мой округ, говорю. Всех, кого ты в своем участке там сократишь, присылай ко мне. У нас все просят дополнительных полицейских. Поэтому у меня очень, конечно, теплое, доброе отношение с полицией. Во всех моих выборах меня поддерживали, и когда был демократом, и когда стал республиканцем, поддерживали и поддерживают профсоюзы полицейских. Потому что они видят, что я за общественную безопасность. Я за, как говорят, лой нордер, за правопорядок, а не за хаос, за полную анархию, за то, чтобы всех преступников наутро выпускали после ареста. Зачем тогда нужна полиция? Если одних и тех же нужно все время арестовывать. Если я не ошибаюсь, в городе Нью-Йорке в прошлом году 7,5 тысяч человек арестовали больше, чем 5 раз за различные насильственные преступления. Значит, 7,5 тысяч человек держат весь город на ушах стоит. Их опять выпускают, снова выпускают, и они опять делают то же самое. А полиция гоняется. Уже в некоторых участках есть фотографии одних и тех же людей, которых они постоянно должны раз в неделю арестовать. Их все равно потом отпустят. Вот такую систему правосудия наши некоторые политики организовали. Вы знаете, дорогие друзья, вы уже можете звонить по телефону 718-475-3200, задавать свои вопросы. Может быть, говорить добрые слова Аре Кагану. Может быть, он вам помог. Было бы очень приятно, я думаю, ему и нам всем это услышать. 718-475-3200. И, Аре, еще раз, вот если люди захотят к твоему сердцу проложить дорогу, да, ты же, я знаю, очень многим помогаешь. И я знаю, что это, в общем, рискованный сейчас, наверное, с моей стороны шаг, открывать какую-то информацию. Но вот где они могут тебя встретить? Вот задать тебе вопрос. Меня люди встречают везде. Я пользуюсь общественным транспортом, например. Меня люди все время останавливают в автобусе, в метро, на улице. Свонят на Дэвидзен радио, вот спросите. Не знаю, как ко мне относится секретарь Дэвидзен. Режиссер говорит, аншлаг звонков. Да, да. Ну вот давайте попробуем сейчас поговорить еще. Хорошо, принимаем звонки. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый. Я бы хотел очень поблагодарить Арика Кагана за его работу. Чувствуется, что человек делает все от души, от всего сердца. И у меня такой вот к вам вопрос. Вы вспомнили про Welcome Care. Мне бы хотелось уточнить, вот что они делают для людей? Welcome Care – это агентство по уходу на дому. Это предоставление хоматендентов, грубо говоря, предоставление работников по уходу на дому за пожилыми людьми, за инвалидами. Это очень важная, мне кажется, индустрия. Я не случайно согласился быть директором по связям с общественностью пресса именно в агентстве Welcome Care по уходу на дому, потому что это агентство уже более 20 лет в городе Нью-Йорке помогает пожилым и инвалидам. Сотнями и сотнями семей помогли, продолжают помогать. И когда я приезжаю в офис, когда я слышу эти звонки, люди присылают открытки, thank you, спасибо. Я уже много раз видел, приезжают в офис, там, хоматендент вдруг привезла цветы, говорит, столько лет такое внимательное ко мне отношение, к моей клиентке, другой, поздравили там с днем рождения. Третьи помогли там, ей несправедливо сократили, ей часы по медикейду восстановили. Просто теплые, дрогательные отношения, и люди это видят, люди это чувствуют. Поэтому я думаю, что вот это главный ответ на вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Добрый день, Марина. Да. Я хотел бы... Мне нравилась ваша передача «Мысли вслух», но непонятно, для чего вы этого человека включили в свою передачу. А я вам скажу, я вам скажу. Я, во-первых, люблю Ари Кагана. Я его поклонница. Даже не потому, что я политически подкованная, а мне он нравится с человеческой точки зрения. Это раз. Второе. Это человек, который заслуживает нашего внимания. Он отдает, можно сказать, большую половину своей жизни другим людям. Это два. Третье. Началось все по-простому. В прошлый раз, когда Ари здесь работал, я услышала, как он рассказывал про парня и девушку, которые пострадали во время нападения на Израиль 7 октября. И как он об этом говорил. И я просто попросила его прийти и немножко поделиться вот этой информацией и услышать его. И я очень рада, что он нашел время и ко мне пришел. Это была моя инициатива. И я этому очень и очень рада, что среди нашей комьюнити, среди нашей русскоязычной общины есть такие люди. И дай бог, чтобы в следующий раз Ари был избран. И я думаю, что так оно и будет. Следующий вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Выключай. Алло, моя фамилия Гладкова. Меня зовут Карина. Я очень благодарна вам, Марина Левенсон и Ари Каган, что я имею возможность позвонить и поговорить с Ари Каганом. Ари, большое вам спасибо. Когда вы были нашим кандидатом, вы обходили весь 28-этажный дом. Это был первый случай за 30 лет в Америке. Когда постучались в дверь, я открыла и увидела вас. Вы очень подробно спрашивали про наши проблемы. Это было прошлым летом. Вся моя семья была просто потрясена этим обстоятельством. Мы все голосовали за вас. К величайшему нашему сожалению, который может стоить нам будущего. Вы не прошли. Наш кандидат, который прошел, имеет офис 8203 3-я авеню, Бруклин, Нью-Йорк, 112-09. Я сознательно не называю его фамилией. Наш дом ходил к нему с огромной демонстрацией. Ни один, ни два, ни три, ни пять раз. Он ни разу к нам не вышел. Иногда кто-то из его сотрудников поднимает трубки, но это не закон. Наша проблема. По адресу 6530 4-я авеню строится шелтер для бездомных. Одноместные номера. Мы уже 3-4 месяца ходим туда на демонстрацию. И все говорят в один голос, что если бы вы прошли, у нас бы не было хотя бы таких проблем в постоянных демонстрациях. Мне уже 86 лет. Ходят члены моей семьи. Я сама хожу. И я хочу знать, что здесь строится, и будет ли выстроен шелтер для бездомных. Я считаю, что в Нью-Йорке при той стоимости жилья, которую мы платим, особенно пенсионеры, надо в первую очередь думать о жилье, о доступном жилье для нас. Или хотя бы не скрывать от нас информацию. Или просто убедить нас, что это первая проблема нашего города, это шелтер для бездомных. У меня и у всех членов вашей семьи. Очень много желающих. Огромное слово к вам. Да, пожалуйста. Я могу оставить свой телефон вам, но, конечно, не в эфире. И мы подробно принесем вам все те огромное количество бумаги, по которым нас называют, вызывают на эти митинги около офиса этого нашего нового. Хорошо, я должна вас остановить. Простите, ради бога, очень много желающих. Ваш номер телефона моя творческая бригада передаст Аре. Спасибо. Он вам позвонит. Спасибо вам большое за ваше неравнодушие, за то, что вы в своем золотом непреклонном возрасте продолжаете бороться за справедливость, за свои интересы. Вместо того, чтобы делать город уютнее для всех, кто сейчас живет, ультралиберальные демократы, социалисты строят ночлежки для мигрантов, ночлежки для бездомных. И говорят, что все остальное нас не так волнует. И даже не говорят людям, которые рядом живут, что именно будет строиться. Сначала говорят, что это мотель, это гостиница. Потом это для бездомных, потом это для мигрантов. А иногда даже и не говорят, что. А когда приходят, спрашивают, что-то много вопросов задаете. Люди хотят знать, что возле них строится. И вместо того, чтобы решать проблемы, как мы говорили, доступного жилья, лечения от психических заболеваний, общественная безопасность. Вместо этого строят новые ночлежки для бездомных, для мигрантов. Или даже не говорят для чего, просто строят такую-то ночлежку. Это выгодно, это получают много денег от города Нью-Йорка, штата Нью-Йорка, от федерального правительства. Зарабатывают на этом. А то, что население против, ну, повозмущаются и перестанут. Следующий вопрос, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, с праздником вас. Спасибо. Пожалуйста, Арик Аген, я вас очень прошу, помогите мне. У меня с банка украли пенсию. Мне очень тяжело, я не могу ничего добиться. Прошло очень много дистанций, никто мне не помогает. Помогите. Оставьте свой номер телефона в нашей студии, я с вами свяжусь после передачи. Спасибо большое. Я вам благодарна. Спасибо. Спасибо большое. Вот вам, дорогие друзья, ответ на все вопросы. Вот это Арик Аген, который ни за что сейчас не отвечает. Он не должен этим заниматься, он не должен этим заниматься, а он продолжает помогать людям. Вот о чем я вам говорила. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Вот это Арик Аген. Надо увернуть звук радио или телевизора и говорить в телефон. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Арик, у меня к вам один вопрос. Вы стали республиканцем в штате, где быть республиканцем бесполезно. Я хотел вас спросить один вопрос. Как вы относитесь, имея такую огромную любовь к Израилю, что республиканцы блокируют помощь 16 миллиардов Израилю, Украине, даже после того, что демократы решили выделить около 10 миллиардов на блокирующую цену в Тексусе? Спасибо. Спасибо за вопрос. Республиканская партия очень поддерживает государство Израиль. Недавно была возможность у Бениамина Антониягу, премьер-министра Израиля, по Зуму встретиться с сенатской фракцией демократов и с сенатской фракцией республиканцев и рассказать о нуждах Израиля, о проблемах Израиля. Республиканцы в Сенате США сразу сказали, конечно, выслушали и так далее. А Шумер, лидер демократа в Сенате США, сказал, нет, мы не будем с ним разговаривать, это не требуется. А ранее он выступил в Сенате США и сказал, что нужно немедленно снять с должности Мениамина Антониягу, и Израиль должен провести новые выборы и снять его с должности. Как будто Шумер решает за народ Израиля, кого выбирать премьер-министром, кого выбирать в Кнессет. Если бы Антониягу сказал бы, кого выбирать в Конгресс США, и нужно ли самого Шумера выбирать, как бы он отреагировал? Речь идет не о том, что они хотят поддерживать Израиль. Просто смешались куча кони люди. Если говорить о том, что есть какие-то пункты, если отдельно поставить на голосование пакет помощи Израилю, я думаю, он бы давно уже был бы принят. Как раз против голосовали бы очень многие левые демократы. Но там смешали в кучу очень много различных статей. С одними статьями согласны, с другими статьями не согласны. Нам говорят, что по деньгам нужно всегда какой-то иметь отчет. И когда деньги какие-то выделяются, нужно знать, куда выделяются, на что выделяются. И главное, как выделяются, и сколько, до какой степени будем выделять, ничего не спрашивая, куда и как они тратятся. Я считаю, что это нормальное явление, когда спрашивают так называемое accountability. Когда речь идет о том, чтобы был отчет о любых денежных суммах федерального правительства, на что они тратятся и как. Когда задают такие вопросы, это нормально. Я когда был депутатом горсовета, я сказал, где эта черная дыра Найча, Нью-Йорк Сити Хаузинг Аторити. И пробил законопроект, который называется Найча Эккантабилити Акт. Чтобы спрашивали со всех property менеджеров, всех домов субсидированных горжилуправления Нью-Йорка, что они делают, когда жильцы им жалуются на состояние домов, а они ничего не предпринимают. Так и здесь. Нельзя до бесконечности выделять десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов долларов, триллионы долларов, не задавая никаких вопросов, на что, куда. Почему? Вернутся ли обратно эти деньги? Если нет, то почему? Я полностью поддерживаю Украину в ее войне, справедливой, на мой взгляд, войне против российской агрессии. Я полностью поддерживаю, уже не секрет, Израиль в борьбе против террористов Хамаса. Я поддерживаю независимость Тайваня против Китая. Но когда смешали все в один пакет помощи, не по одному пункту сделали, давайте проголосуем за помощь Тайваню, давайте проголосуем за пакет помощи Украине, давайте проголосуем за пакет помощи Израилю, давайте сделаем, чтобы закрыть южные границы Америки от вот этой многомиллионной армии людей, которая сюда приходит и которым никто не задает вопросы. Нам говорят, нет, никаких вопросов задавать не надо. Давайте, ладно, раз уж вы так настаиваете, сделаем, дадим президенту полномочия в этом законопроекте, который Сенат США уже одобрил, чтобы 5000 в день проходило через границу, безболезненно. Если более 5000 человек в день проходит, тогда чтобы президент мог принимать какие-то действия. А почему нужно разрешать каждый день 5000 человек, чтобы нелегально переходили границу Мексики и Америки? А я не хочу, чтобы даже один человек переходил, чтобы задавали все вопросы в консульствах, в посольствах, как у меня спрашивали в американском посольстве в Москве, задавали все вопросы ко мне. И по состоянию здоровья, и даже анализ крови брали, на СПИД, на туберкулез у меня брали, задавали вопросы по моей биографии. А там в этом законопроекте написано, вот пока 10 тысяч, то это, конечно, президент должен что-то делать. Но 5000 можно. А кто сказал, что 5000? И почему нужно заранее соглашаться и оптом за все вот эти омнимус билс голосовать, не задавая вопросы? Я считаю, что республиканцы правильно делают, что задают вопросы по поводу того, как расходуются деньги налогоплательщиков. Поэтому я думаю, здесь главное все-таки это ответственность, хотят знать, куда тратятся деньги и на что, а чтобы не все смешивать в одну кучу. И опять же, вопросы национальной безопасности самое главное. Я убежден, что в этом году Конгресс проголосует и республиканцы, и демократы за оказание помощи и Украине, и Израилю, и Тайваню. Но вопрос только в том, как это сделать. Наверное, успеем ответить еще на один вопрос. Пожалуйста. Добрый день, Эдуард. Али, Али, мы с тобой. Вы идете правильным путем. Мы все тебя поддерживаем и все ждем тебя. Спасибо большое. Спасибо, Эдуард. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Лана. А я должна отключить. Окей. Сейчас я сделаю тише. Я в Америке 47 лет. Я смотрю вашу программу. Ари Коган. Я его знаю очень-очень много лет. Я вывезу на братане. Если бы я голосовала, опять же, I repeat, повторяю. Я в Америке 47 лет. У меня тут двое членов, четверо внуков. Я бы его взяла президентом. Ну, а Мариночка из Успеша. Так как Мариночка из Раши, русская, так я и русская. Мой муж был еврей. Но я прожила шикарную жизнь здесь, в Америке. То, что сейчас водится здесь, это impossible. Это просто hard attack. Из кризи. Я смотрю вас every day, когда у вас есть эта программа. И стараюсь позвонить, потом отключаюсь, стараюсь позвонить. Ари Коган, я за тебя. Я тебя видела на Братан-Бич. Ты президент. Над Байден. И Суфани Моби. Вы знаете, должна вас огорчить только в одном пункте. Ари не родился в Америке. И по закону он не может баллотироваться. Но вице-президентом. Я не родилась в Америке тоже. Да. Будем об этом мечтать. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо за искренние слова. Сейчас у нас должна быть реклама. Арик, я тебя благодарю. Очень надеюсь на дальнейшие наши встречи. И если тебе нужно будет, чтобы с моей стороны была поддержка, вместе с твоей семьей, где-нибудь постоять с плакатом на углу какого-нибудь здания, когда ты будешь баллотироваться, я приду. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, Марина. Будь здоров. И с праздником. Очень на сердце, что у нас. Спасибо огромное. С праздником. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.